Я представляю с этого года после присоединения филиала Российского Федерального Ядерного Центра Всероссийского Научно-исследовательского института экспериментальной физики неизмерительных систем Седокова. Расскажу в данном докладе вкратце, что такое СУТП атомных станций и наше видение методологии, каким образом оценивать кибербезопасность, оценка рисков, а СУТП Как раньше считалось, что системы СУТП неуязвимы для кибератаки благодаря следующих решениях. То есть это жесткая реализация аппаратно реализованной или аналоговой системы, это сегрегация, то есть системы были изолированы, отсутствуют связи с внешними системами и системами. Но результаты анализа показывают, что СУТП все-таки имеют дефекты и выязвимости, которые могут снизить ключевые параметры надежности, а также реализованные атаки могут повлиять на промышленную безопасность и могут стать причиной техногенных катастроф. При этом стоит сказать, что СУТП имеет все сертификаты, удовлетворяет всем требованиям, но такое возможно быть. Какие основания для обеспечения кибербезопасности СУТП? Ну, вообще, как мы все видим, правительство особое внимание уделяет этому. Это поручение президента, в частности, основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации, защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера, террористических актов. Также в 2012 году приказом президента утвержден документ «Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности автоматизированных систем, управления производственными и технологическими процессами критически важных объектов». Также приказ ТЭК-31, упоминаемый на данной конференции 187-й федеральный закон, все это является основанием для обеспечения кибербезопасности СУТП. Итак, что же такое современная атомная станция? Ну, это сложный инженерно-технологический комплекс, инженерно-физический, прошу прощения, реализующий многократное преобразование энергии, начиная от деления урана, заканчивая выработкой переменного тока современной электростанции сейчас мощностью 1200 мегаватт. При этом, начиная с 90-х годов, это в частности проект Бушер, начали применяться уже компьютерные, микропроцессорные системы управления энергоблоками, как на нижнем уровне СУТП, так и на верхнем, это в частности система верхнего блочного уровня атомной станции. Хочу привести пример структуры. Что же такое СУТП? Ну, это не просто какая-то система одна, а это комплекс большого количества различных систем, которые осуществляют управление разными технологическими процессами. Как можно вот видеть сверху, есть общая система верхнего станционного уровня, которая управляет, собирает информацию с общестанционных систем, таких как, например, система контроля управления электротехническим оборудованием, станцией и так далее, осуществляет обмен системой верхнего блочного уровня, которая имеет также технические средства оперативно-диспетчерского управления, они до сих пор остаются. Это при условии, если компьютерные системы, все-таки будет мало ли такой случай, что они откажут, то всегда есть управление напрямую, это в виде кнопок и прямой провод тянется к самому объекту, который будет реализовывать защиту. Также мы видим много различных систем, это безопасность, система управления защитой реактором, есть система регистрации важных параметров эксплуатации, так называемый черный ящик, куда стекаются все процессы, которые можно будет анализировать в случае аварии, ну и нижний полевой уровень, так называемый, где датчики, исполнительные механизмы. Ну что такое такая простейшая система? Это набор рабочих станций, которые соединены волоконно-оптическими линиями связи с определенными программно-техническими средствами, которые состоят из различных контроллеров, коммутаторов, кроссов оптических блоков питания и осуществляющий прием информации о датчиков и управлении каким-то исполнительным оборудованием. Основные показатели надежности и безопасности атомной станции. Ну существенный вклад в обеспечение надежности и безопасности энергоблока вносит АСУТП, которая состоит непосредственно из систем безопасности, систем важных для безопасности, ну и вспомогательных систем. Анализ существующих АСУТП, энергоблок, показывает, что в настоящее время вероятность безотказной работы по выполнению функций составляет не менее 10-4 на реактор в год. Причем существенный вклад вносит компьютерная система программируемого управления. Основные причины снижения этого показателя – это, конечно же, сбои от единичной отказа оборудования, но и также ошибки обслуживающего персонала операторов. Но как ни печально, сюда тоже нужно сейчас отнести умышленные, злонамеренные действия операторов, которые тоже могут быть. Но основное внимание хотелось бы уделить сейчас методологии определения рисков или как анализировать кибербезопасность системы. Существует много различных подходов к оценке риска. Они все имеют место быть. На данном слайде приведен перечень таких довольно известных подходов к оценке рисков иностранных. Это оценка критических эксплуатационных угроз, уязвимостей, метод анализа управления рисков в Великобритании правительству, ну и многие другие, также и российские, которые все мы знаем. Но мы предлагаем такой подход. Есть теория надежности и безопасности, которая применяется для оценки проблем безопасности станции СУТП. Там есть такое понятие технический риск. Это функция риска, которая является дополнением до единицы функции безопасности, которая в свое время это вероятность случайного события на интервале от нуля до определенного времени ТЭР, при котором не возникает нештатной ситуации, вызванной отказом или каким-то действием. Ну и проблему киберсбезопасности мы предлагаем рассматривать как частный, специфичный случай безопасности, используя тем самым теорию надежности и безопасности и применять для анализа такие известные анализы, как анализ деревьев событий, анализ деревьев неисправностей. Анализ деревьев событий. Что же он позволяет? Ну, это обеспечить визуальное представление последовательности событий после возникновения инициирующего события. В частности, это может быть злонамеренное действие персонала. Я на следующем слайде как маленький пример покажу. Это позволяет получить оценку нескольких одновременных отказов, применим для исследования как успеха функционирования, так и неуспеха. Можно анализировать систему, отталкиваясь, насколько она защищена или насколько, наоборот, уязвима. Позволяет идентифицировать возможные единичные отказы, допускает прослеживаемость путей развития отказов, ну и многое другое. Да и к тому же, вот эти методы анализ деревьев событий и неисправностей сейчас хорошо известны и применяются для анализа надежности многими предприятиями, анализируя свои системы. Поэтому эта методика будет довольно знакома, применительно именно к анализу оценки кибербезопасности. И вот я привел пример структуру дерева событий, применительной к оценке кибербезопасности. Как можно посмотреть, на данном примере исходным событием является недопустимая команда оператора. Ну, например, он дал команду, когда не нужно для поворота механизма перемещения сборки в ядерном реакторе. У него делается запрос на рабочие станции, где подтверждение идет, подтверждаем это действие или отклоняем. И можно в данной ситуации экспертным методом оценить вероятность этого события. Но для экспертного метода все-таки требуется привлечение не только разработчиков, кто будет анализировать, но также проектировщиков, эксплуатантов, которые сталкиваются напрямую с этими действиями и могут дать какую-то свою оценку. Дальше идет следующий уровень автоматизации, где можно посмотреть, что выполнение команды на контроле УСО либо выполнено будет, либо сработает блокировка, которая заложена в контроллер. А также на следующем уровне датчиков и исполнительных механизмов, если даже произошло выполнение этой команды от УСО, от устройства связи с объектом, то если там будет находиться какое-то давление и двигатель не сможет переместить эту сборку, срабатывает защитная муфта и тем самым тоже остановит этот процесс. И в результате можно видеть, что команда не выполнится, на рабочей станции выдастся ошибка о невыполнении. Но бывают случаи, например, если все-таки откажет защитная муфта, это приведет к несрабатыванию ее, команда выполнится, произойдет авария, поломка оборудования. И здесь тоже нужно дать такую довольно поразумительную оценку вероятности данного события. И если риск технический, который здесь будет показан слишком завышен и его следует уменьшить, то требуется на каком-то из уровней, то есть либо верхнем, либо автоматизации, либо датчиков исполнительных механизмов, какие-то вынести новые средства защиты или программные, или аппаратные, выработать какие-либо решения для того, чтобы снизить этот риск именно по этому направлению в дереве событий. Также есть метод анализа деревьев неисправностей. Но это зеркальный метод анализа деревьев событий. Только в анализе деревьев событий идет от какого-то инициирующего события, в анализе деревьев неисправностей идет именно от уязвимости какого-либо средства, и что оно может отказать или функционировать неправильно, так как под отказом понимается либо отказ средства выполнять, либо ложное какое-то срабатывание, и любая уязвимость будет являться для этого технического средства отказом. На следующем графике можно видеть пример дерева неисправностей, где существуют определенные уязвимости для элементов нижнего уровня устройства связи с объектом, автоматизированных рабочих мест, и, произведя анализ, можно понять еще на этапе проектирования, где лучше заложить какие-то средства или разнообразить аппаратные средства, или разнообразить программные, чтобы эту уязвимость каким-либо образом устранить. К тому же некоторые уязвимости заказчик принимает, так как они довольно редки, если их устранять каким-то методом, это дорогостоящие, и вот этот анализ может показать, какие же все-таки уязвимости есть, и как с ними можем бороться уже принимать решения. Какие же решения получаются в результате моделирования с помощью этих методов? На практике возможно совмещение этих методов, это предусматривается и ГОСТом по анализу деревьев событий и неисправностей. Моделирование покажет, является ли риск допустимым или нет, надо ли модифицировать систему, требуется ли произвести модификацию оборудования или программных средств. Также следует отметить, что срок службы энергоблоков – это порядка 30 лет с возможностью продления. Аппаратура и программное обеспечение устаревает, требуется замена, и этот анализ требуется проверить на всем жизненном цикле, начиная от проектирования, эксплуатации, заканчивая выводом эксплуатации энергоблока. Ну и в заключении хотелось бы сказать, что атомная станция – это довольно сложная система, и возникновение нештатных ситуаций имеет место быть. Существует множество защит, но все равно для любого анализа требуется консолидация и проектировщиков, и эксплуатантов, и разработчиков для того, чтобы выработать нормативные акты, методы оценки, чтобы это все было единообразно, понятно всем, и в том числе заказчику. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...